Сегодня мы поговорим о весе песочных часов. Вот я переворачиваю часы и вниз начинает сыпаться тоненькая струйка песка. Эта струйка висит в воздухе и кажется, что она не должна создавать вес. Значит вес работающих песочных часов должен уменьшиться. Но с другой стороны, как может уменьшиться вес замкнутой системы? С этим мы и будем сейчас разбираться. Эти весы имеют точность в одну сотую грамма. Поставим на них неработающие часы. Они весят тридцать одну целую и тридцать три сотых грамма. А теперь перевернем их. И мы видим, что их вес совершенно не изменился. Никакого уменьшения веса мы не наблюдаем. Но может быть точность этих весов недостаточно? Ведь струйка очень легкая. Когда вопрос кажется сложным, физики предпочитают для начала рассмотреть более простую систему. Пусть на весах стоит коробка, к верхней крышке которой на нити подвешен груз. Обнулим весы. Их показания равны нулю. А теперь перережем нитку и груз начинает падать вниз, набирая скорость. Очевидно, что пока груз падает, показания весов станут меньше нуля на вес груза. В какой-то момент груз долетит до дна коробки. И пусть он прилипнет к нему. Кому-то может показаться, что показания весов вернутся к первоначальному значению. Но в действительности груз при ударе за короткое время передает свой импульс коробки. Поэтому во время удара показания весов окажутся больше нуля. Так что график в целом получится вот таким. Как же соотносится площади этих прямоугольников? Площадь первого прямоугольника есть сила тяжести, действующая на груз, умноженная на время падения. Это импульс, который набрал груз. А площадь второго прямоугольника равна импульсу, который он потерял при ударе. Но эти импульсы равны, потому что конечный импульс груза снова равен нулю. Значит, площади этих двух прямоугольников равны между собой. Чтобы проверить наши выводы, мы построили установку, в которой в качестве весов используется высокоточный датчик силы. К датчику подвешена рама, внутри которой на тонкой нити висит латунный шарик. Этот шарик будет падать в нижний стакан, куда мы положили тряпку, чтобы удар не был слишком жестким. Обнулим датчик силы, пережем нитку и шарик упал в стакан. Вот график, который показывает зависимость силы от времени. Мы видим промежуток, когда шарик падал, и показания датчика были меньше нуля. Затем произошел удар, и показания резко возросли. Потом наш тряпичный демпфер слегка спружинил, подкинув шарик вверх, и наконец система успокоилась. Теперь мы можем перейти к более сложной модели, модели равномерно падающего песка. Во-первых, у нас есть потеря веса за счет того, что часть песчинок находится в полете. На начальном этапе песчинок в струе становится все больше и больше, и вот в некоторый момент времени тау первая песчинка достигла дна. Дальше масса струи не меняется до того момента, пока из верхнего сосуда не выпадет последняя песчинка. Теперь масса струи равномерно уменьшается, пока последняя песчинка не упадет в нижний сосуд. Чему же равна установившаяся потеря веса? Надо взять массу струи и умножить ее на ускорение свободного падения G. А масса струи равна массовому расходу Q, умноженному на время падения каждой песчинки тау. Массовый расход – это масса песка, которая покидает верхний сосуд в единицу времени. Но кроме потери веса есть и его приобретение, за счет ударов песчинок от дно нижнего сосуда, которое происходит от момента времени тау до конца процесса. В единицу времени на дно налетает одна и та же масса, которую мы уже опозначили буквой Q. А чтобы найти силу, надо эту массу умножить на скорость песчинок V, с которой они падают на дно. Но песчинки движутся равноускоренно, поэтому их скорость V как раз равна произведению ускорения свободного падения G на время падения тау. Поэтому эти две величины в точности равны между собой. И я откладываю такую же величину по вертикали, и между этими двумя моментами со стороны струи на дно сосуда действует вот такая сила. А чтобы найти полное изменение веса, надо эти два графика сложить. На первом интервале линия идет вниз, на втором потерянный вес струи и силы удара компенсируют друг друга, а на третьем суммарная сила идет вверх. В итоге мы имеем потерю веса на начальном этапе, полную компенсацию в середине и увеличение веса на конечном этапе. И конечно площади этих двух треугольников равны между собой. А теперь мы можем вернуться к нашему основному эксперименту. Мы взяли ту же раму и установили на нее бутылку, в которую засыпан песок. Снизу бутылка закрыта крышкой, которая удерживается ниткой. Когда я пережгу нитку, песок будет всыпаться, вниз, в нижнюю часть рамы. Итак, зажигаем. И песок высыпался в нижний сосуд. А теперь посмотрим на этот процесс в замедленной съемке и запишем график зависимости веса от времени. Мы видим, что на первой фазе эксперимента вес часов уменьшается, а на последней увеличивается, как и предсказывает наша теория. А еще здесь есть некий дребезг из-за того, что струя сначала вытекает неравномерно. Но на этом графике есть еще одна более интересная и неожиданная деталь. В процессе стационарного течения струи песочные часы весят чуть больше, чем когда песок в них неподвижен. Почему же так получается? Этот вопрос непростой, но быть может вам удастся на него ответить. Давайте обсудим его в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok